Добрый вечер Владимир Борисович, в продолжение тех тезисов, которые вы сказали, что вы уже через неделю после начала работы правительства под вашим руководством уже ощущаете какое-то давление, в том числе в информационной сфере, давление на свою личность, на членов вашей команды и так далее. Ну вы же знаете, это известный постулат, если хочешь нажить врагов, попытайся что-то изменить. В одном из ваших недавних интервью вы очень такую интересную метафору произнесли, сказав, что ставите свои главные первоочередной задачи, это капитальный ремонт страны, где вот этот фундамент, прогнивший фундамент, устаревший, прогнивший, коррумпированной бюрократической машиной, бюрократического аппарата, необходимо превращать в так называемую европейскую сервисную службу для людей. Но совершенно очевидно, я думаю, что вы понимаете, что система будет сопротивляться. Система не только в центральных органах исполнительной власти, но и система на местах. Система в региональной власти, коммуникация с которой вашими предшественниками... Господин Спивак, вы хотите спросить, куда всех отселить на время капитального ремонта? Нет, нет, нет. Знаете, иногда для того, чтобы сэкономить, капитальный ремонт делают никуда не выезжая. Я думаю, это как раз тот случай. Отсюда вопрос. Знаете, многие ваши предшественники, многие приходили на эту должность с блестящим будущим, а уходили с отвратительным прошлым. Очень хочется, чтобы вы эту традицию сломали. Отсюда вопрос. Вот этот капитальный ремонт и вот этот слом старой бюрократической системы, который не давал и не дает проводить серьезные системные фундаментальные реформы, должны опираться на поддержку общества. Мы понимаем, что системные реформы не могут проходить без поддержки общества. Готовы ли вы, Владимир Борисович, готовы ли вы наладить, восстановить новый формат, создать новую модель коммуникации с представителями гражданского общества, общественными организациями, профсоюзными комитетами, региональными представителями гражданского общества для совместного диалога и для совместной выработки национальной украинской стратегии. Спасибо. Спасибо за ваше вопрос. Я могу сказать абсолютно так, потому что, если уряд будет закрытым, мы не будем успешны. Не нужно считать себя самым разумным в этой стране. Нужно объединять людей, которые понимают и знают, которые могут объединять на выработку общих решений. Я верю в местные влады, верю. Я верю в местные рады, которые вы выбираете. Я верю в то, что мы сможем побудовать объединительный диалог с областными администрациями, областными радами. Я в это верю, потому что там люди имеют реальность жизни. Они каждый день стикаются с теми или иными проблемами, которые им потребуются решения. И я готов им тут допомогать. И мне нужно только един, чтобы они были выданы справе, которую делают. И я думаю, что они в этом тоже зацикавлены. А теперь, что касается капитального ремонта Украины. Вот я сегодня встречался с президентом Европейского банка реконструкции и разведки. Он говорит, что у нас по различным проектам, энергосбережение, энергоэффективность и многое других. Якость води, качесть тепла. Не выбрано 2 миллиарда долларов. Это очень длинные деньги за абсолютно минимальными процедурами. 2 миллиарда долларов – это 50 миллиардов гривен. Вы представляете, сколько работ можно дать украинцам, чтобы освоить 50 миллиардов гривен? Почему они не выбираются? Потому что чиновникам байдуже. Они сидят, они что-то там не подписали, что-то заблокировали, где-то они какие-то умовы поставили. Вот это нужно рубить на корню. Есть ресурсы, нужно обновлять страну, обеспечить энергоэффективность, обеспечить энергоэффективность, обеспечить дороги. Дороги – это десятки тысяч рабочих мест для украинцев. Это мультипликатор 5-7 рабочих мест в суммежных профессиях. Если мы даем людям работу и зарплату, они приходят на рынок, они купят нашу госпродукцию и все інше. Мы начинаем восстановить национальную экономику. Абсолютно банальные вещи, но ими нужно заниматься. Само по себе так ничего не отбывается. Тому очень важно, чтобы этот капитальный ремонт страны отбывался. Это будет означать единственное, что страна изменится. Краина становится более эффективной, более качественной, и у людей появляется работа. Это очень важно. А теперь, что касается, как Вы сказали, чем пришел с блестящим будущим, а ушел с ужасным прошлым. Я же точно уйду когда-то, но я бы хотел, чтобы когда я уйду… Чтобы Вы поменяли эту традицию. Нет, я бы хотел, чтобы когда я уйду, чтобы у Украины было блестящее будущее. Я всего лишь один из 45 миллионов. Но если в этой стране будет 45 миллионов людей, у которых появится надежда, это стоит того.